Снова доброе утро, в эфире программа «Новый день». Проводим это утро с пользой и хорошим настроением. На очереди рубрика, которая совмещает и то, и другое. Польза от полезной информации, которая заключена в ответе на вопрос телезрителя, которая, кстати, приходит в наш адрес десятками. Ну, а хорошее настроение от осознания того, что чья-то проблема и чей-то вопрос нашел разрешение. Если и вы столкнулись с задачами, которые невозможно разрешить самостоятельно и требуется вмешательство какого-нибудь эксперта, но вы не знаете, кому обратиться, обращайтесь к нам, мы найдем нужных людей и ответы будем транслировать в нашем эфире по будням с утра пораньше. Контакты прежние. Электронная почта утрособачкорефей.ру Номер телефона информационной службы 263300. Следуйте указаниям автоинформатора и все получится. Вопрос до нас дойдет. Круглосуточно работает и телефон, и электронная почта, поэтому смело обращайтесь. Нина Григорьевна Кобелева написала нам вот такое сообщение. «У меня ребенок находится в тюрьме, он является инвалидом третьей группы и ему не оплачивают там пенсию. Кому обратиться?» На вопрос отвечает Станислав Юрьевич Авранчук, управляющий отделением пенсионного фонда России по Пермскому краю. По общему правилу граждане, которые находятся в местах лишения свободы, им пенсии выплачиваются в том учреждении, в котором они отбывают наказание. То есть, как правило, данный гражданин обращается в администрацию исправительного учреждения, они делают официальный запрос в пенсионный фонд. Мы пересылаем пенсионное дело, если изменился район или город проживания, и уже там по новому месту жительства мы деньги перечисляем на расчет, на счет данного учреждения. Субтитры создавал DimaTorzok